Наука Вскоре после окончания Второй мировой войны в 1947 году по инициативе группы ученых во главе с академиком Курчатовым началось строительство крупнейшего в то время ускорителя – синхроциклотрона, который был успешно запущен уже в 1949 году на границе Тверской и Московской областей. Только широкое международное сотрудничество могло обеспечить поступательное развитие науки, и к середине 50-х годов страны, принадлежавшие в то время к социалистическому содружеству, приняли решение создать Объединенный институт ядерных исследований на базе Института ядерных проблем в Дубне. 26 марта 1956 года в Москве представители правительств 11 стран подписали соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований. Объединенный институт ядерных исследований сегодня – это 18 стран-участниц, 6 ассоциированных членов, 7 лабораторий, каждая из которых по своему размеру и масштабу исследований сопоставима с отдельным научно-исследовательским институтом. Лаборатория физики высоких энергий, лаборатория ядерных проблем, лаборатория теоретической физики, лаборатория нейтронной физики, лаборатория ядерных реакций, лаборатория информационных технологий, лаборатория радиационной биологии, а также учебно-научный центр. Ой-яй, сегодня это научный центр, в котором ведутся исследования по следующим направлениям. Физика элементарных частиц, которая изучает структуру материи, процессы рождения и взаимодействия частиц. Ядерная физика, которая исследует свойства ядер, ядерные реакции, новые элементы. Физика конденсированных сред, которая изучает физические явления в твердых телах и жидкостях, новые свойства материалов. Теоретическая физика, информационные технологии, радиобиология, астробиология. Ой-яй, сегодня это уникальный набор экспериментальных базовых установок. Фабрика сверхтяжелых элементов, предназначенная для проведения экспериментов по изучению механизмов реакции со стабильными и радиоактивными ядрами. Циклотроны тяжелых ионов У-400 и У-400М с рекордными параметрами пучков для проведения экспериментов по синтезу тяжелых и экзотических ядер. Уникальный нейтронный импульсный реактор ИБР-2М для исследований нейтронной ядерной физики и физики конденсированных сред. Строящиеся установки. Единственный в Европе и Азии сверхпроводящий коллайдер МИКа. Нейтринный телескоп на озере Байкал. А также гетерогенная платформа Гибрилит и облачная инфраструктура. О-ЯИ занимает лидирующие позиции в мире по теоретическим исследованиям в широком спектре направлений. От физики микромира до статистических моделей макроскопических объектов. От исследований наноструктур до черных дыр, физики нейтрина и моделей эволюции Вселенной. Активное международное сотрудничество позволяет институту поддерживать научную работу практически со всеми мировыми научно-исследовательскими центрами. Субтитры создавал DimaTorzok